Добрый день, дорогие друзья и посетители нашего канала! Сегодня у нас суббота и у нас гость, это наш общий гость, то есть мы имеем такую возможность общаться с Ирадой Резазаде из Азербайджана, из города Баку. Она коренная ереванка, она родилась и выросла, провела определенное время в Ереване. Ереван, в принципе, для нее был родным городом до определенного времени, так же, как для многих из нас Азербайджан, Баку был городом, где мы родились и выросли, я в том числе. То есть мы пришли в этот мир в период, когда был, можно сказать, мир, покой, интернационализм. И вот сейчас мы пытаемся просто пересмотреть, ну я в моем случае просто скажу, что у меня попытка такая поднять эти вопросы, да, и для самого себя разобраться, что произошло со мной прежде всего и что произошло с моими земляками и со всеми нами. То есть это главная цель той работы или той деятельности, которую я веду. Я приглашаю различных людей, это армяне, это азербайджанцы, Баку, Ереван, не имеет значения, Россия. И мы пытаемся вместе с вами разобраться, что произошло с нами и где выход. Поэтому я приветствую вас, уважаемая Ирада, добрый день, я рад, что вы пришли, посетили нас. Расскажите немножко о себе, о тех годах, когда вот вы родились, когда вы жили в Армении, в Ереване, какие-то моменты до того момента, когда мы подойдем уже дальше к теме конфликта, теме вот этих всех событий. Я тоже приветствую вас, очень приятно, что вы пригласили. Я так следила за этими передачами, можно сказать, интервью, которые вам давали, вы вместе, значит, в Фейсбуке тоже. Я это, значит, увидела. И мне, честно говоря, интересно, когда вот именно интересуются нами и хотят знать, может быть, правду, которая была, потому что со стороны многие по-разному могут говорить, но мы люди, которые жили там. Ереван для меня, вы знаете, не то, что вот родной город. Вот я, может быть, словами не могу передать, потому что человек чем будто взрослеет, настолько вот эта связь, настолько, вот не знаю, вот даже каждый день, вы представляете, что каждый день даже я работаю, я разговариваю, но как будто вот перед глазами это моя улица, это мой дом, как говорится, это площадь, которая была совсем рядом. И каждый раз, когда по телевидению показывают, допустим, какие-то вести из Еревана, обязательно они показывают, вы знаете, эту площадь, вот эти часы, как куранты, которые каждый час, значит, мы слышали. И вот за этими часами именно находился наш дом. Я родилась в семье, именно в той семье, где и отец, и мать, чисто ереванские. Они, отец 1908 года, мать 1916 года. Отец мой, значит, в Ереване был преподавателем. Он, значит, и в школе преподавал, в азербайджанской школе в Ереване, кстати, были две школы, одна десятилетняя, одна восьмилетняя школа была. И в сельскохозяйственном техникуме мой отец преподавал. Мать моя была заслуженным учителем, значит, Армянской ССР. Она была воспитательницей, работала методистом в разные годы, в самые, можно сказать, только-только вот именно, знаете, да, восстановление там, то есть создание советской власти. Там были определенные силы, которые были против. И она вот именно в такой ситуации ездила по районам. Она на самом деле была патриоткой. Она была, она очень любила и свою работу, и очень любила свою родину. Вот мы выросли, нас трое детей. Мы все учились в русской школе там, в школе имени Маяковского. И понятно, что если мы учились в русской школе, в классе в основном были армяне, немного, очень мало, очень мало, я скажу, что русских было. И вот я, допустим, в нашем классе, вообще в школе уже в последние годы была только я, одна азербайджанка, еще одна была фареда. Вот, знаете, отношения, вот сказать, что мы, правда, мы говорим, что в советское время, вот на самом деле нас воспитали так, что со всем нациям у нас отношение интернациональное, то есть было, понимаете. Мы вместе учились, вместе ходили куда-то, вместе радовались, вместе смеялись, как говорится. Но я вот немножко, когда начинаю задумываться, я вспоминаю моменты, когда, допустим, вы знаете, что там никогда нас, знаете, да, азербайджанцы, нас рыдко так называли, постоянно турк. То есть мы только слышали вот это слово. Турк, турк. В советское время тоже это слышать, вы знаете, то есть почему-то вот так называть. Ну, сейчас, допустим, мы не обращаем внимания на такие вещи, но тогда на самом деле было почему-то в азербайджанце. Вот я вам скажу, что получилось, что у меня дед, значит, в свое время имел несколько имений, вот одно имение, вот его именно находилось, вот дом, который, я говорю, на улице Придусе, 52. Даже до сих пор я и домовую книгу с собой держу, и определенные документы, которые на самом деле, показывают о том, что это принадлежало, Хаджа Абасале его звали, это мой дед со стороны отца. То есть вы Ереванка в нескольких поколениях, получается? Да, да. И в 1915 году, 15-18 годы, когда там из Турции, значит, армяне уже, значит, в Армению заселялись, и вот наши, несмотря на то, что это было имение моего дедушки, даже я говорю, до 1988 года потом это было переименовано на имя моего отца и тети. Но там жили именно армяне, которые в то время приехали. И представляете, мы до последнего дня сами платили налоги, страховку сами платили в 1988 году. Допустим, там было где-то 40 комнат, вот если по комнатам считать, да, 40 комнат было, которые разделены были уже между моим отцом и тетей. Но жили армяне, то я вам скажу, что вот мой папа где-то вот уже чувствовал, где-то в 60-е годы, я вам скажу, в 60-е годы он чувствовал, что если раньше, допустим, было какое-то заявление, допустим, в суд со стороны там азербайджанца, где были ущемлены права азербайджанца, да, рассматривалось как-то более, знаете, объективно. Но почему-то уже в последующие годы он уже видел, что, допустим, освободилась одна комната, и армянин получил квартиру, значит, кому надо возвращаться? Хозяину. Но, увы, мы не могли свою квартиру, допустим, комнату вернуть себе. И так как у нас соседи, они взламывали стену, стену, даже ходили через вот эти стены и завоевывали то, что принадлежало нам. Поэтому отец уже последние годы, честно говоря, Абрам, вы знаете, он уже не хотел там жить, потому что чувствовал, что нет, права ущемляются. Он даже в НЖ купил дом, что если вдруг... На всякий случай, да? На всякий случай. А в каком году? В каком году вот это, то, что вы описываете? Я вам скажу, это было именно 60-е годы, начало 60-х годов. То есть вы начали, вы почувствовали какое-то, уже какое-то вот похолодание, да? Вот как сказать, ну, образно говоря. Знаете, вот, допустим, да, вот, нет, сказать, что вот именно каждый человек, каждому человеку что-то плохо относился, нет. Но общая атмосфера уже создавалась так, что, значит, здесь надо ущемлять права, допустим, азербайджанцев, и на всякий случай, то есть они могут оставить и уйти, вы понимаете, вот в таком плане. Уже отец, уже, я говорю, он был очень дальнозорким, мамы нет. У мамы никогда этого не было, потому что она никогда не думала о том, что она оставит свою родину, выйдет. Я вот сейчас вам расскажу. То есть тогда папа сказал, что давай, значит, нам надо с семьей уже уезжать. Я уже вижу, что я не могу, я хозяин всего этого имущества, но я не могу владеть им. Мама никак, ни в коем случае, потому что это Ереван, это мой город. До 88-го года вы представляете, что моя мама оттуда не выехала. Даже вот там сестра с братом уехали там в Янджу временно, да, чтобы немножко как-то пожить там, но все-таки моя мама не уехала. И в 65-м году, значит, когда мы увидели, что мне было тогда 9 лет, несмотря на что, знаете, детская память, я до сих пор могу досконально даже вот рассказать перед моими глазами. Когда в этот день, 24-го апреля, значит, сказали, что что-то будет, вот что-то будет. А это какой год, это какой год, скажите, пожалуйста? Это 65-й год, 65-й год. Что-то будет. Одно дело, просто 24-го апреля, допустим, там они отмечали день геноцида или что-то просто, да, можно. Вот в 65-м году, значит, мы увидели, что все люди, в чемных женщины, вот старая женщина, которая с распущенными волосами, но они некоторые на турецком говорили, потому что мама, когда проходила, она услышала, что, допустим, цагат, да, вот они говорят, качса, да, это на турецком. Качса, то есть какое время, в котором часу, значит, собираются, и это движение пройдет через именно наши улицы. Вот то, что вы сказали с Пандаряна, да, вот эта улица, значит, на площади, на площадь выходят несколько улиц, если вы посмотрите, там несколько улиц выходят на площадь. Площадь Ленина, площадь Ленина. Да, на площадь Ленина, и оттуда по нашей улице, поднаряда то, что вы говорите, по нашей улице, значит, вся эта толпа шла. И что они кричали? Значит, все держались за руку, держались за руку, значит, кричат, «Мэр, вогэра, наши земли! Верните наши земли!» В этот момент, честно говоря, разрешение Москва дала тогда на проведение данной вот этой демонстрации, но потом пожалели, по-моему, потому что почему, я сейчас вам скажу. Значит, когда уже было, они увидели, что камнями бросаются в памятник Ленину на площади, чтобы свергнуть этот камень, потому что его считали виноватым, типа земли отданы и так далее, когда уже те военные машины, и ночью, когда мы, значит, я говорю, моя мама никогда не боялась. Вы представляете, она, некоторые даже говорили, что, слушайте, не разговаривайте на своем языке, тем более в этот день особенно. Она всегда говорила, разговаривала на азербайджанском языке, несмотря на то, что были моменты, я вам расскажу, когда нас, значит, там, армяне в магазине один сказал, продавец, что «Эт шан лезунхэйсо вырасну, ерехайм». Почему ты этот собачий язык учишь ребенку? Матери сказал при ребенке, при вас, то есть. Я, значит, мама за руку держит, там как раз на площади гастроном был, большой гастроном был перед часами, и мама, значит, мама стала на азербайджанском со мной говорить, и вот обед повернулся «Эт шан лезунхэйсо вырасну». Мама очень рассердилась и повернулась, но в то время еще как-то маялись немножко, да, вы знаете, советское время, советское время, и мама, значит, попросила, чтобы, значит, директора данного магазина позвали, и она повернулась, сказала, что «Шуна инкатес ефт колезон», да, уже она повернулась и ответила, ответила, что сам собака, и это твой язык собачий. Ну, значит, в этот день мама, опять-таки, у нас родственники жили, называлось это место Таракянде, потом переименовали, да, вы знаете, армяне, некоторые вот эти улицы, потом места, они переименовали потом, потому что, если увидеть, на самом деле есть исторические факты о том, что, допустим, фонд назывался Таракянде. Сами армяне тоже даже тогда, вот в первое время, называли так. Там жили мои родственники. Мы очень часто туда ездили, мои двоюродные братья. Мама, в этот же день мы поехали туда. Когда мы возвращались, раз трамвайная линия была, почему-то мама решила именно выйти туда, где ближе площади, потому что она захотела посмотреть, что-то на площади творилось. И когда мы вышли, мы пришли на площади, вот вы знаете, эта площадь очень большая такая, круг такой большой, и на этой площади стояли тогда машины, Виллис назывался, военные машины. И там, значит, оказывается, в этот день, когда на самом деле эту демонстрацию превратили совсем, знаете, в хаос, начали бросать камни в памятник Ленину, это 65-й год, многих поймали. И я никогда не забуду, который, значит, один военный, он в возрасте был такой, полковник. Он, значит, они кого поймали, значит, вот за Виллисом держат и говорят, землю хочешь? Значит, и в этот Виллис они их, значит, водили, и он говорил, на тебе землю. И всех они, вот круговую были машины, военные машины, всех они там в этот момент... Вы помните, вы все это помните. А сколько людей, много людей было на площади? Когда вот именно была демонстрация, места не было. То есть вся площадь была забита людьми, и все были одеты в черное, да? В черное, женщины в черных платьях таких, и платье такое длинное, и здесь 50. То есть 50-летие геноцида. То есть это 50-летие было геноцида, понятно. Геноцида, да. И поэтому вот тогда, ну, какого я, честно говоря, и мои родители тоже еще до этого времени не видели. Это было один раз, как говорится, вот это была такая демонстрация, но потом уже не разрешили, потому что увидели, что чем это может кончиться. Знаете, у нас вот соседи были. Да, вот я говорю, что нормальные отношения тоже могли бы быть. Были. Я и в школе училась, и подруга была, допустим, даже я вот имена некоторые помню, допустим, Феодосия была там, Карина была и так далее. Но, вы знаете, я иногда думаю, что одно вот такое отношение, человеческое отношение, это одно, но когда это превращается в какое-то национальное отношение, допустим, людей двух наций, которого испокон веков можно сказать, что они ненавидели. Я вам скажу, что ненавидели. И поэтому, знаете, у кого как это проявлялось. Кто-то мог сдерживать, кто-то мог сдерживать, контролировать себя, да. Контролировать себя. Кто-то мог дать оценку о том, что о чем они виноваты, допустим, да. Но многие, я вам скажу, что все-таки вот сколько бы мы не жили, вот давайте вот так, да, сколько бы мы не жили. Вот я в Баку тоже приезжала, да, и в Ереване тоже. Допустим, в Баку мы приезжали, у меня здесь сестра училась, в общем, родственники. Я видела, что здесь больше вот интернациональное такое. Вы знаете, русских много было, евреев много было. Допустим, много было. Даже у меня я в Ахундове училась, в Ахундове, да. У меня педагоги и русские были, и евреи были. Никак не забуду, Рошаль, Калмановский. Подавали они мне. То есть видно было, вот вы реально видели в советское время разницу, да? То есть советское время. Да, а там этого, вы знаете, очень редко можно было увидеть, что вот кто-то русский проходит, вы знаете. Вот можно просто увидеть, что кто-то такой светлый. Там было очень мало. В одном большом техникуме, вы посмотрите, если вы возьмете те годы, допустим, в одном техникуме или школе, сколько работали, допустим, да, русские, армяне и другие, да, евреи, или другие нации, азербайджанцы. А там, допустим, в одном техникуме, которым я работала, была только одна русская, она, значит, преподавала физкультуру, Лиля. Все. То есть русских было очень мало. Не говоря уже о других национальностях. О других национальностях, да. Поэтому говорить, если сегодня, допустим, я не говорю, вот именно армяне, которые жили там, если они будут говорить о многонациональности, об интернационализме, ну, ради бога, мы же своими глазами все это видели. Мы своими глазами все это видели. То есть даже вот сколько раз мы слышали, что мы, допустим, вот то, что иногда говорят как лозунг, Армения без армян, это мы своими ушами слышали эти слова. То есть Армения для армян. Вы слышали это? Армения для армян. Несмотря на то, что, вы знаете, если вот исторические документы открыть, да, посмотрите, если в свое время это не азербайджанцы говорили, а говорили именно, допустим, путешественники, которые из разных стран были, если 80% с лишним были азербайджанцы, на сегодняшний день нет одного азербайджанца, о чем можно говорить? Даже, если смотришь, вот допустим, там названия какие были, места какие были, села как назывались, сегодня фактически всего этого нету. Но несмотря на то, что в Баку, если даже будут армяне отрицать, я вам говорю, что документально около 32 тысяч армян сейчас проживает в Баку. Я сама могу сказать, я живу в седьмом микрорайоне, это Бенагадинский район, который назывался Кировским в свое время, поселок Кирова там есть. Да, да. Поселки Кирова, сейчас есть, я знаю семьи, жена азербайджанка, муж армянин, то есть наоборот, муж азербайджанец, жена армянка. Что здесь живут? Если вы едете в Ереван сейчас, там вам скажут, что у нас тоже это есть? Нет, такого нет. Я вам скажу, что это были до начала 90-х годов, когда сюда приехали, значит, я, за то, что я, значит, в неправительственной организации работала, тогда тоже и сейчас, приехали две организации, Грета была, вот сейчас помню, очень интересно, что моя память правда шла, но я помню, Грета, которая была председателем одной организации, и какой-то один еще меликситян, меликситян, или как его звали фамилия, они тоже из Бакупы. И когда я Грете сказала, что ни одного азербайджанца сегодня в Ереване мы не найдем, она говорит, нет, вы знаете, сколько азербайджанцев? Я когда, оказывается, кого они говорят? Это туристы-иранцы, которые приезжают туда, а потом она на самом деле осознала, что она неправда мне говорит. Я сказала, вы туристов смешиваетесь с местным населением? Вы о чем говорите? Да. Она улыбнулась, ничего не нашла сказать. Поэтому, в основном, пока что я это вам хотела рассказать. Я недавно, честно говоря, увидела... Да, я даже являюсь членом, значит, восточного партнерства. И вы знаете, что там 6 стран, одна из них – это Армения. То есть я... Получилось так, что я вот именно во встречах и в Брюсселе, и в Батуми встретилась с армянами. Правда, там один был, значит, клингарян. И он очень смотрел так на меня, как будто вот чувствовал, я не знаю. Но в конце я ему подошла. Я всегда всем рассказываю. Когда он пригласил всех, он из Еревана привез абрикосы, вы знаете, я не могу эти чувства выразить. Я не могла брать абрикосы, вы представляете, что вот это, типа, ну, так можно, да? Но когда узнали, что я из Еревана, и абрикосы оттуда, и мне очень хотелось хотя бы понюхать вот этот абрикос. Значит, там была одна гагаузка. Она, когда узнала, она целую тарелку принесла мне и рада, я вас очень прошу, покушайте это. И я не могу забыть. Столько абрикосов вы знаете в Азербайджане, сколько и так далее. Но нету этого абрикоса. Я когда говорю, на меня так смотрят, я говорю, я просто не могу выразить то, что я тяжела, когда я этот абрикос поела. И когда он мне, значит, я повернулась потом в конце, когда мы уезжаем, я пришла, подошла к нему, я говорю, что я тоже из Еревана, так, на армянском языке. Знаете, он повернулся, на меня посмотрел, говорит, я же говорю, типа, видимо, одним, я говорю, да, одним воздухом дышали, видимо, одну воду пили. Как бы ни было, это все сказывается, да. И потом он как-то, значит, начал рассказывать, заказ, что он знает нашу улицу, даже там посередине нашего двора стоял кран. Он даже вот это все, я его очень попросила тогда, что я тебя прошу, ты сфотографируй наш дом хотя бы, да, чтобы я увидела. Он дал мне слово. Правда, второй раз, когда мы встретились с ним, я даже удивилась. То есть он как-то так поздоровался и так спокойно уходит. Вы представляете, я смотрю, он общаться не хочет так. И в коридоре я так повернулась, я говорю, что случилось, Карен, ты почему так избегаешь? Он подошел ко мне и мне говорит, вы знаете, говорит, Рада, мне сказали, то типа, когда вы с нами общаетесь, потом вы возвращаетесь в Баку и к вам плохо относятся. Да, я повернулась, говорю, Карен, очень интересно, по-моему, ты меня не позвал, я тебя позвала. Значит, если бы ко мне плохо отнеслись бы, я бы тебя не позвала сейчас. Второе, я говорю, очень интересно, я с тобой о чем говорила? Я с тобой говорила о том, как там наш двор, как там школа Маяковского, как там все. Я хотела, чтобы ты мне это рассказывал. Ну, понятно, что если мы сядем за стол, где вот видишь, я говорю, вот рядом со мной стоит, значит, Карабахский, Мамед Гасан, который, значит, из-за дрыва мины он потерял ногу. Ты посмотри, он даже улыбается тебе, здоровается. Представляете, я сказала, что если мы сядем за стол каких-то переговоров и будем решать вот эти вопросы, может быть, я тебе совсем другое скажу. Понятно. Сейчас мы не на эту тему. Мы с тобой просто, я тебя попросила, чтобы ты, в общем, этот... То есть просто как люди. Да, как люди, человеческое отношение. Да, и, в общем, он слов не нашел, слов не нашел. Правда, один армянин, он знал, что я тоже из Еревана, он мне говорит, я имя забыла, тоже из Восточного партнерства, он мне сказал, вы знаете, я верю, что вы вернетесь туда. Даже я удивилась, что именно вот так, что вы вернетесь туда. Да, видимо, все-таки, вы знаете, эти люди тоже, по-моему, поняли, что все-таки, какой бы нации ни было, люди, которые живут на одной территории, они как-то друг друга лучше могут понять. Друг с другом как-то, вы знаете, общаются и так далее. По-моему, некоторые из них уже поняли, какую ошибку совершили. Что именно вот погнали азербайджанцев оттуда, а потом, и чего они достигли, чего они достигли на сегодняшний день. Я думаю, что ничего хорошего. Полного краха и полного разрушения, полностью деструкция, деструктивная идеология, разрушительная идеология привела к физическим, то есть люди физически пострадали, люди умерли, люди ранены, люди голодные, люди уезжают. То есть сплошные минусы, сплошные минусы, плюсов нет. Как бы ни было, здесь вот мы живем, развитие есть, вы знаете, Азербайджан, все-таки понятно, что это, в данный момент Армении не сравнится. Никакую. А чего вы достигли? Поэтому даже, вот я вам скажу, значит, здесь была журналистка из Украины, которая интересовалась беженцами, вынужденными переселенцами. Я немножко в этом направлении, так как сама тоже беженка была, знаю. Она встретилась со мной. И когда я ей рассказала, что я вот жила на этой улице и так далее, она сказала мне, что, вы знаете, Радоканум, значит, есть Арсен Мирян, Мирян, я его помню. Он написал книгу о вашей улице. Вы хотите, чтобы как-нибудь вы бы связались? Я с удовольствием. Вы понимаете, иногда так говорят, вот как Карен сказал, что, не знаю, к вам относятся как-то негативно, что вы общаетесь. Я ничего не боясь, я взяла и написала Миряну, что я бы очень хотела узнать. То есть вы обратились к нему как к земляку своему, в принципе, как к человеку, к земляку. Ну, ты написала, я даже очень была рада, я ему очень благодарна, я даже при каждом своем выступлении говорю, потому что на самом деле в этой книге Павду писал. Он даже показывал вот дома, даже высказывания жителей, которые даже говорят, что вот здесь жили вот эти азербайджанцы, да. Вот здесь турки, там тоже турки идут, правда, в некоторых этих, да. Там жили они, даже обо мне написали, о моей семье написали, вот соседи, которые вот жили, да. Мне было настолько приятно вот это все. То есть у вас этот весь негатив как бы, да, то есть связанный с этим, он как-то отошел на второй план, потому что... Он отошел, и я даже взяла, значит, когда эта журналистка уезжала, я, она сказала, ничего не хотите передать своему соседу? Я взяла телефон, она звуковой записала, и я, когда поехала, она, значит, дала прослушать. Значит, там сосед мой был совсем, вот я говорила, что они постоянно, наши комнаты освобождались, а мать его всегда, значит, обязательно стенку, значит, могли разломить и в другую комнату. Но, несмотря на это, я знаю вот это, я прожила, вот пережила все это, опять-таки ему голосовое отправило. Я говорю, Миша, как дела? Что ты делаешь? Что ты и рада? Мне было очень приятно, что вот в книге о нас очень... Да, что упомянул, да, вспомнили. Да, и так далее. В общем, она, значит, поехала туда, она с ним увиделась, она дала телефон, он прослушал, и она сказала ему, а ты ничего не хочешь сказать? Он ничего не сказал. Ну, а что он может сказать? Да, то есть, знаете, вот по-всякому, даже такой момент, когда нанесли они ущерб нам, знаете, ущерб, большой ущерб, мы фактически, имея такое, значит, ну, имение, я скажу, имение, мы вынуждены были здесь приютиться в трех комнатах в Баку. Документально это совсем, знаете, разные вещи. Но, опять-таки, когда послала голосовое, это уже большой пример тому, что все-таки национализм, у кого больше, это уже вид. Да. Ну, вот мы переходим непосредственно к теме национализма, да. В принципе, воздух один везде одинаковый, воздух. Небо, оно везде одинаковое, облака везде одинаковые. Земля, в принципе, да, материя, да, в принципе, ну, и регион, да, в принципе, то есть, это как бы близкие территории, это Кавказ, да, Южный Кавказ. И, в принципе, вот, что происходит, почему в сознании одних людей, вот, или, например, приведем другой пример, да, рождается маленький человек, ручки, ножки, да, глазки, вот, чистый лист бумаги, ребёнок. Человек, детская душа, чистая душа, а потом вот вырастает человек, формируется человек. Почему одна и та же земля, одна и та же природа, одни и те же условия, в принципе, похожие условия. Азербайджан, например, Баку, мой город, да, где я родился, где вы сейчас живёте. Да. И Ереван, где я жил, я, если бы меня спросили, хотел ли ты поехать в Ереван, я и не знал, и не думал о нём. Зачем я должен был хотеть, особенно в то время. Может быть, только как турист, но произошло то, что произошло. И вот одни и те же, в принципе, условия, да, соседские, соседние страны, республики, братские, братские. И период, общий вот этот вот советский строй, одна идеология, коммунистическая идеология того времени, да, потому что мы застали с вами период именно развала Советского Союза, но ведь был же, существовал Советский Союз, была же какая-то общая политика, да, то есть как-то уравнивающая, как-то сглаживающая острые углы, да, какие-то моменты. И что интересно, вот в одном обществе культивируется, поощряется, то есть процветает вот этот интернационализм, интернациональное общество, абсолютно, абсолютно. И мне, кстати, очень много ереванских азербайджанцев, да, или азербайджанцев из Армении говорят, что мы приезжали в Баку, мы были в шоке, потому что мы видели в то время в Советское, что армяне, азербайджанцы, сколько национальностей, все мирно, все, как бы, ну, вопроса нету национальности. И возвращались назад, как бы, себе домой, и опять вот этот холод, опять это вот отношение, да, ты турок, а я армянин, как бы, ты друг, ты чужой, все равно ты чувствуешь, что ты чужой. Я это испытал на себе, когда мы вынуждены были покинуть Азербайджан, покинуть Баку и приехать в Ереван в 90-м году, на меня сразу повеяло холодом. Вот знаете, когда вы из теплой квартиры, из теплого дома выходите на мороз, и вот этот резкий контраст температуры, ну, образно говоря, сразу вот этот ветер холодный, морозный, отрезвляющий, такой жесткий такой, знаете, колкий, колкий. Вот это чувство, это, ну, может быть, я не знаю, как-то оно на подсознании записалось, и вот этот контраст, я не могу его забыть. Я приехал, как бы, в принципе, да, это родина моей мамы, она сама ереванская армянка, вот, для нее это была естественная среда. Для меня эта среда оказалась чужой, и я, главное, самое главное, оказался чужим. Не только я, но и все вот эти вот вынужденные беженцы, переселенцы из Азербайджана, из Баку. Кое-кто как-то устраивается, находит себя, да, но все равно общая картина, она ясна, как день. В одном месте интернационализм, дружеские отношения, не поднимается тема национальности, полная свобода проявлений национальных, там, или форм различных, да. И вот рядом мононациональное, моноэтническое образование, вот, в то советское время, с единицами, вот, с этими вот, которых днем с огнем надо искать, чтобы найти представителей другой национальности, будь то русский или азербайджанец, да. И все говорили по-армянски, что интересно, все знали армянский язык, да, и старались говорить на армянском языке, как-то вот, даже русские, я помню, когда я приехал, несколько русских было, они все по-армянски говорили, между собой даже, между собой. Что интересно, вот, две вот эти картины, да, которые параллельно идут, параллельно. Одна идет в одном направлении, так, вот это вот, явление, а другое в противоположном направлении, но они параллельно, вот, существуют, две реальности. Чем вы объясняете, вы были там в советское время, да, в Баку, то есть вы приезжали какой-то, вы говорите, что вы учились потом, да, в Баку, как я понимаю, то есть в то, в советское время, да. То есть у вас вот опыт, опыт и Баку того времени, и опыт Еревана, вашей родины, непосредственно вот этих отношений детства, да, вашей молодости, и потом, последующей вашей жизни, да. Вот, вот это вот, вы же все-таки человек, который пытается, насколько я понимаю, понять, и вы не имеете внутренней какой-то, ну, неприязни, да, как из этого фильма. Имеешь эту неприязнь, или испытываешь, что неприязнь, у вас не было этой неприязни, она, и вы вот то, что вы рассказали, да, вот ваш опыт, после всего того, что вы пережили, вы все-таки пытаетесь протянуть руку человеку, своему соседу, да, но в ответ вы чувствуете холод, этот холод. Вот, вот чем вы объясняете эту ментальность, это мировоззрение, даже на уровне эмоциональном, на уровне вот чувств, переживаний, почему так вот, как вы думаете? Вы знаете, все-таки, я всегда говорю, есть определенные человеческие качества, это понятно, каждому человеку предсуждено там, любить, допустим, бояться, стесняться и так далее, это оно. Ну, я вот во все это время чувствовала национальные качества, я вам расскажу. Почему вдруг, вот задаем вопрос, вот столько мы, азербайджанцы, которые на самом деле, если посмотреть, у нас тоже были, сколько вот этих переживаний моя мама, когда рассказывала, что в детские годы у нее никогда, она не забывает эти голоса, когда, допустим, Дашнаки убивали азербайджанцев. В любое время года, если азербайджанец там на улице успел, там какое-то иранское консульство, дверь открылась, зашел, он оставался живым. Это в Ереване было? В Ереване, это моя мама все рассказывала, она своими глазами, даже вот она всегда говорила, что у меня в ушах всегда вот это бопль, вот эти люди, которые выходили и видели умерших своих родственников, там братьев, мужей и так далее, как они бакали. Это было именно в Ереване. В Ереване в то время, то есть. В Ереване в то время, да. И несмотря на все это, что они видели, слышали сами, воочию все это видели, но все-таки не относились к армянам, сказать, что, вы знаете, я вот помню, с каким уважением там и с работниками, с кем она работала, и с другими тоже. Вот армяне почему-то, столько времени, тем более там насчет геноцида вопрос идет, ну, вы знаете, я всегда говорю об одном. Не хочу трогать то, что вот вы, допустим, одна сторона ваша еврейская, но на самом деле мы же эту историю проходили, мы это видели, это мы слышали, что то, что было, допустим, по отношению к евреям, было сделано, да, понятно, здесь ни один еврей не скажет, что мы тогда убивали немцев. Вы понимаете, в чем дело? То есть это было односторонне, убивали. А здесь, если кто-то вас там убивал, что-то делал, ну, как они вот это выражаются, что прямо весь армянскую нацию хотели стереть с лица земли, я в это не только я, многие не верят, но есть факты, когда вы, Дашнаки, Дашнаки кто были? Это же не другая нация была, это были армяне. И очень много таких, знаете, что у них формирование было, очень много. Они убивали людей, азербайджанцев, самих турков тоже. Как можно сегодня говорить о том, что по отношению к вам только был совершен этот геноцид? До сегодняшнего дня, если ребенок ваш, он рождается, вы, когда уже ребенок что-то понимает, говорите, что вот этот турка, он убил твоих дедов, адедов и так далее. Этот ребенок, если в школе вы закрываете школу и 24 апреля вы ведете всех детей, ведете к этому памятнику геноцида, который был тоже построен, между прочим, на земле, который был присущий азербайджанцам. Между прочим, это четыре брата было, жена одного была моя тетя. И вы там, в общем, создали этот памятник и ведете маленьких детей туда, в школы, что давайте, вот вы знаете, нас убили, вы должны против них быть, вы должны это делать. В каком мы можем говорить, интернационализме, многонационализме, чтобы была бы многонациональная страна. На самом деле, это, знаете, это их программа, это их план. Они только так могут, что именно мы должны быть, только свою нацию должны любить и больше ничего. Вы думаете, они к русским хорошо относятся? Я сама видела, когда мои соседи... Называют Сох, Сох. Да, вы понимаете, даже к русскому, как они относились, какими словами выражали. Поэтому, вы знаете, значит, я все-таки думаю, что здесь есть национальное качество, национальный характер есть. Мы более мягкие. Если бы мы не были мягкими, то мы со столькими нациями вместе не смогли бы жить. А они этого не делают и не будут делать. Я вам скажу, что... Как бы они сегодня... Вот сегодня, вы знаете, что они как-то стараются, что-то хотят, типа, изменить что-то. Я не знаю. Все-таки я тоже как-то хочу надеяться, что они все-таки додумаются, додумались. Хотят именно уже... Потому что так тоже жить нельзя. Сколько можно жить со всех сторон уже рожденным. Но опять-таки, через 10 лет, 5 лет, я не думаю, что здесь... Будет снова, снова будет. Снова и снова. Потому что история показала, что каждый раз этот процесс повторялся. Поэтому... Это называется рецидив. Я, честно говоря, где-то мне... Иногда мне жаль. Вы знаете, мне жаль бывает, что человек настолько должен быть, я не знаю, вот не видеть, чтобы не понять, что им это дало до сих пор. Ну и что ж, каждый раз вот столько убитых людей. Столько убитых. Ну и что ж, и сторона Азербайджана понесла столько потерь. Вы посмотрите, сколько сторона Армении. Разве нельзя понять, что хватит, да? Вот хватит, живете спокойно. У меня обращение, вот у меня скоро будет уже одно интервью. Я там на армянском языке обратилась, что... Мы вместе сидели, вместе кушали, вместе радовались. Вы прекратите, да, вот на чужое, чужое, чужое постоянно говорить, что это мое, мое, мое. Вы можете на армянском языке сказать подобное? Потому что очень много армян смотрит нас. Я думаю, что это будет... Может быть, это коснется кого-то. Я думаю, что... Я думаю, что я знаю, что... Мы жили граждане, мы жили. И в древнейшем году, мы жили граждане. Мы жили граждане, мы жили граждане. Но, когда мы жили граждане, мы жили, что мы жили. У меня есть база, но точно как и я, то же самое. А я, говорю, пока я не знаю, что мы делаем, что мы делаем, чтобы мы накладываем наши пятнику, чем мы сказали, что то есть как мы вещи, когда мы делаем нашу и для себя. Но мы делаем нашу... У вас, если мы же с учились, что это будет мыслей. То есть какие мы должны с учились. Я думаю, что все-таки есть армяне, которые слушают сегодня, и они поняли, что я хочу сказать. Может быть, им иногда не нравится, что я говорю, что все-таки каждая нация имеет свою историю. Не надо, вы знаете, говорить о том, что это наше, наше, наше. Все-таки есть история, есть кто жили там. Если мы только-только об этом будем думать постоянно, тогда никакого... Будет то, что есть сейчас. То, что было, и еще хуже может быть. Еще хуже может быть. Надо это понять. Неужели они хотят, чтобы полностью это превратилось в такое, чтобы практически... И так, что, армян так много? А чем они сами же себя гробят? Кошмар какой-то. Это политика самоубийства. Это даже не то, что политика, это ментальность, ментальность, мировоззрение суицидальное, суицидальное. То есть люди просто сами себя съедают, сжирают. Я считаю, что это болезнь. Это болезнь, это, конечно, это состояние психическое, психологическое состояние, коллективное. То есть это коллективное, как бы, ну, состояние психологическое. Они быстро влияют друг на друга, знаете, очень быстро влияют. Поэтому если они вот эту свою болезнь не вылечат, они знают... У меня отец всегда говорил, вы знаете, у меня отец всегда говорил, что они всегда начинают, это мое, это я возьму, это надлежит мне, и доводят всегда, история эта показывала, значит, моему отцу, он 8-го года рождения. В то время еще. В то время. Но, говорит, когда уже начинают чересчур, я очень извиняюсь, уже фактически чересчур переходить границы, они случают, что они, знаете, вот некрасиво так говорят, но я скажу, вот именно по башке надо получить такое, чтобы потерять столько жертв, дать, а потом опять-опять начинают жертвы. До следующего раза, до следующего раза. Через несколько лет то же самое, но прекратите, прекратите. А как вы думаете, вот смотрите, вот вы говорите о цикличности, да, вот этого процесса, что, ну как вот у психических больных, да, бывает? Да, бывает, успокаиваются опять. Конечно, не дай бог никому, не дай бог, но мы видим, мы наблюдаем картину, скажем, народа, как одного человека, как одного человека. Когда вот эти вот депрессивные состояния, вот это, потом вот эти реваншистские настроения, да, когда вот действительно они получают что-то почему-то, да, в свое время, и потом они нормализуются на какое-то время, опять это начинается. То есть не лучше ли изменить действительно вектор, изменить полностью свое направление, полностью поменять, ну, эту парадигму, да, как бы сказать, полностью поменять свою цель, целеполагание свое, вот как народа именно. Что-то должно помочь этим людям вылечиться, вылечиться. Ведь действительно, смотрите, период советской власти, да, период Советского Союза, когда многие республики, многие народы, не имевшие государственности, которые были частью Российской империи, да, они получили возможность создать собственные государства, собственные республики, собственным управлением, да, позже получили независимость, скажем, вот в 90-е годы, да, когда произошел вот этот распад Советского Союза, республики объявили о независимости. То есть период государственности в советское время, да, относительной государственности, тем не менее, период расцвета и период после, постсоветский период, когда обрели независимость так называемую, так называемую, спорную, конечно, но тем не менее, на бумаге, да, как бы юридически, то есть независимая страна, независимая республика. А могут ли эти люди, в принципе, жить вот таким вот самоуправлением, то есть управлять самими собой? В принципе, вот история что показывает? На мой взгляд, я вижу, что в советский период кто-то управлял, да, то есть они не были до конца свободны, они не были, они были подотчетны, и то они пытались что-то делать, да. А представьте, вот они получили независимость, они же просто друг друга сожрали, в буквальном смысле слова. Ну, это же объективно. Неужели люди не понимают, что есть определенные просто вот, ну, как сказать, общности людей, общности, которые не в состоянии, в силу определенных причин, исторических, психологических, я не знаю, я не буду говорить о генетических, я не буду говорить это, потому что не я, я думаю, что и вы, и многие наши, ну, как бы, люди, которые смотрят этот канал, мы не рассматриваем людей, не разделяем их генетически, мы не говорим, эта нация плохая, потому что она этнически или генетически, не дай бог, мы говорим о идеологии, о мировоззрении, которая коллективная, общая для этого народа, да. Да, да, о правильной и неправильной идеологии, вы знаете? Идеология, да, да, ведь мы видим очень много примеров, когда, ну, ассимилированные армяне, да, скажем так, которые живут в России, в Америке, там, или в других местах, которых очень мало заботит, извините меня, судьба Гондураса, да? Да. То есть, они живут, и у них никак, ничто им не мешает. Вместе работают, вместе какие-то дела делают, вы представляете? Им это и не нужно. То есть, в них человеческое, в них общечеловеческое, оно превыше, оно культивировалось, оно, как бы, возобладало, да, и вот эти вот националистические, деструктивные, патологические, вот в таком вот смысле, да, патологические, болезненные состояния, они им не знакомы или знакомы очень в малом количестве, то есть, совместимым с жизнью, так сказать. Да, да. Но вы видите, что вот в этой общности, конкретно вот в этом месте, да, получается какой-то клубок, какой-то вот негатива, и, ну, буквально как банка со скорпионами, в буквальном смысле. Люди, уже им некого жрать, они жрут самих себя. Вот эти множество партий, они выступают, взаимные противоречия, вот эти противоречия, они взаимоисключающие. Люди, одна группа людей обвиняет другую группу людей. Вы не армяне. Если вы лояльны, скажем, чуть-чуть, или вы хотите проявить какое-то человеческое отношение к соседям, вы не армяне, вы перестаете быть армянами. Да, да. Что это за категоризация, что это за максимализм такой, да, я не знаю, как это назвать. Ну, это явно психические, ну, пограничные какие-то состояния. То есть, людей мы видим, что ввели, ввели, или они сами себя ввели, или их кто-то вводит. Но что делать обычным людям? Вот если дистанцироваться от понятия азг, азг, хай азг, да, вот эта вот общность, вот эта нация армянская. Если вот человек будет, человеку дается один раз жизнь, да, вам дана один раз жизнь, мне дана. Мы не живем для того, чтобы защищать какие-то земли, я не знаю, провозглашать какие-то идеи, жить какими-то мифами, какими-то сказками, я не знаю, может быть, имеющими отношение к реальности, но когда это было? Какое это отношение имеет сегодня ко мне, к моему ребенку, к моим родителям, к моей семье? И очень много людей вынужденно осознают это, понимают это и уезжают, покидают Армению. Посмотрите количество покинувших Армению. Вы говорите, например, сегодня о геноциде, да, полтора миллиона говорят геноциды, да, а в Армении было три миллиона, сейчас осталось полтора миллиона. Я не знаю. А где они? Где они? Следующее поколение, через поколение, если вы говорите о геноциде, да, эти люди будут ассимилированы. Их мало что будет связывать с Арменией, извините меня. Совершенно верно. Разве это... Они тем самым и своим наносят вред. Очень большой вред армянам, которые уже не могут там ужиться, и они уезжают. Вы понимаете, все-таки я думаю, что есть армяне, которые они прекрасно понимают, что ни к чему хорошему это все не привело. 30 лет фактически. Это просто, вы знаете, думали, что да, мы такие, вот видите, мы такие сильные, мы свое сделали и так далее, и так далее. И вдруг, то, что мой отец говорил, вот один раз получил, тогда начинают понимать. Ну, зачем все это? Я думаю, я очень желаю, чтобы больше понимающих армян было бы, которые знали и увидели бы, что на самом деле жить так больше нельзя. Я понимаю, что там из-за того, что только мононациональная страна, не только думать, что вот они говорят, это правда, другого быть не может, и так далее. Была бы это интернациональная страна, вы знаете, вот как у нас, да, вот это все. Даже вот в сегодняшний день, если взять статистику и посмотреть, сколько наций здесь проживает, на самом деле, они бы, может быть, жили бы по-другому. Поэтому я очень желаю им и надеюсь, что такие армяне будут, которые на самом деле, я не знаю, приведут к тому, что вот Армения все-таки выйдет вот из этого страшного, знаете, вот я хочу выбрать слово, что вот страшное изошло в там такое, что они могут фактически, как иногда сами говорят, со света могут исчезнуть, вы понимаете, из-за того, что вот они постоянно, постоянно только вот этими мыслями живут. Давайте, да, давайте нормально жить. То есть это не жизнеспособная, не способствующая к жизни позиция? Нет, нет, это жизнь не быть не мужа, не может, никакой жизни здесь не может. Даже вот вы сказали, видите, я вам сказала, что Карен со мной, как он у меня видел, обрадовался, а второй раз он избегал меня. Мой сосед, который, допустим, я увидела, обрадовалась, он не может, он обо мне написал, он может боиться даже, может боиться даже. То есть подавленное, под прессом, под прессом, под тяжестью, под каким-то вот, понимаете, вот это, как можно так жить? Нельзя. Нельзя, поэтому, честно говоря, мне жаль, что именно такое происходит. Я все-таки думаю, что вот такие передачи, которые вот на самом деле, то, что вот такие интервью, такие, как говорится, чистосердечные разговоры, все-таки не слышат, все-таки поймут, пусть они не обижаются, то, что я сказала, это факт, это человек, который жил там, пусть придет, мне скажет, нет, ты не права, я им по фактам дам, по улицам дам, по магазинам дам, что, где, что говорилось, как и все делалось. Поэтому пусть они все-таки думают, что все-таки надо поставить конец всему этому, к чему хорошему, пусть свою историю постоянно изучают, говорят, и говорят, пусть посмотрят, к чему привела, что они всегда думали, какие-то вот эти сильвы капутикианы, какие-то вот эти зори балаяны и так далее, не только-только могут этот народ, эту нацию, именно везти вот в яму, из которой они никогда больше не смогут выйти. Вы жили до самого последнего, вы жили в Ереване. Я жила до 88-го года. А как вот произошло, как вы поняли, что вот это очень интересно. Значит, в 88-м году, это было в феврале месяце, и мы сидели с мамой, дети в общем сидели, и вдруг я смотрю, какие-то голоса, я думаю, соседи там ругаются. А у нас была такая форточка, значит, я открыла, смотрю, нет, соседи не ругаются, и голоса слышу. Курсеке. Гарабаха мельна. Вот такие вещи. Честно говоря, я закрыла форточку, да, мне очень страшно стало. В центре города, да? В центре города. В центре города. Я повернулась к маме, говорю, что мама, что-то другое, я говорю. Там кричат, что давай, идите защищать, в Карабах наши, и так далее, и так далее. Утром я уже вышла, значит, вот у нас техникум находился сначала в городе, А потом, значит, в 85-м или 86-м году привели в Демерчи, это село в Зангебасаре, Масис, то, что они говорили, там, значит, в Демерчи, и мы, автобус наш всегда нас отвозил туда. Когда я вышла уже на центральную улицу, я увидела митинг, уже все с плакатами, давайте выходить и зарабатывать. наш, вот эти... Главное, что они называли Гарабах, не Арцах, не Арцах. Не, 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 Гарабах, все, там тогда мы вообще, я всегда говорю, что я слово Арцах не слышала никогда. Когда, в общем, я села в автобус, поехала на работу, потому что студенты там и так далее, уже армянское отделение тоже было, я преподавала и в армянском секторе, и преподавала, значит, в азербайджанском секторе. Я, когда зашла, значит, в армянском секторе, у меня урок был, ко мне подошел один преподаватель, на азербайджанском что-то хотел спросить, студент встал, первый раз было такое, что студент встал и сказал, что мы запрещаем говорить ему на этом языке, путь говорит на армянском языке. Честно говоря, меня это очень задело, они меня очень уважали, преподаватель вышел, я стала объяснять, что неужели такое может быть. Я говорю, вы знаете, что я тоже азербайджанка. В чем это? Вкуда вот все это? Нет, они ущемляли наши права, типа, наши земли забрали, и такие-то вещи. Потом мы уже увидели, что студенты тоже начинают, на наших студентов тоже иногда, вы знаете, да, там раздоры и так далее, то есть умышленно все это было. И уже мы поняли, что все, студентам мы запретили уже приезжать, даже многие свои дипломы не могли получить тогда. И я уже поняла, и многие преподаватели поняли, что уже все, надо как-то... И стали, слышали, что там есть Бедебасар, Рара там назвали потом, Бедебасар, значит, там есть село, которое, значит, было нашествие армян, и все население, значит, там граница с Турцией. Вынуждено было, значит, все это село именно к этой границе. Границы не смогли, там сторона была, и эта сторона. Сколько дней мы туда носили продукты, одежду и так далее, чтобы они... Потом в этом... И в других селах уже все придавали друг другу, что все, уже надо выходить оттуда. Я тогда уже поняла, что состояние такое, мама, никак. Вы представляете, я даже уже собрала вещи, все такое, и маму прошу, что мама, я тебя прошу, умоляю, вот хотя бы до моего прихода вот в эту коробку сложи вот эти стаканчики. Я приходила, как эта коробка была пустая, как эти стаканчики стояли, она сказала, что я никуда не поеду. Я уже вынуждена была, детей перед ней, что если, не дай Бог, вот с ними что-то случится, ты... Сколько лет было вашей маме, я извиняюсь? Значит, она 16-го года рождения, 88, 8-й год, да, 70... 70 с чем-то уже. 70 с чем-то лет. То есть, взрослая, пожилая женщина должна все вот это вот оставить и уехать. и уехать. Еле-еле я, когда уже детей, в общем, это, дети стали плакать, все такое, в общем, еле-еле я купила билет, их, значит, оттуда вывела, и сама 28-го ноября оттуда выехала. Но, я вам скажу, что там у нас сосед был, мы все ровесники были, его, ну, Амлет Хамик называли его. Мы вместе росли. И один день я вышла, Амлет мне сказал, что он в военной системе был. Рада, я всю ночь не спал. Говорю, почему здесь стояла одна машина, она и на ваше окно, там люди сидели, там мужчины, смотрели на ваше окно, и на окно напротив тоже азербайджанка жила, Адрик Софик, они жили. И туда, я боялся, что что-то будет. Как я что могу сделать, не знаю. И он всю ночь на самом деле, вот человек, который переживал, потому что мы росли же вместе, как можно, если мы играли вместе. Вы понимаете, ему так было этот, и он мне повернулся, сказал, Рада, я тебя прошу, если уже на самом деле уезжать, уезжать, чтобы ничего не случилось. Я, ну, уже как-то, только единственное, смогла, я смогла обмен сделать, но сколько людей, сколько моих знакомых, которые оставили дома, и фактически... Просто бежали, спасали свою жизнь. Бежали, спасали свою жизнь. Поэтому, знаете, на самом деле, это было, это было что-то страшное. Что-то страшное. И, в последнее вот, даже я ходила, чтобы документы там, обмена, да, я уже смотрю, на меня смотрят, очень косо, не хотят. Одна педагога, она была на Рене, тоже работала у нас с техниками, она пришла, говорит, и Рада, может быть, я пойду вместо тебя, чтобы они вот эти документы все-таки видали. В общем, вот таким образом я как-то постаралась немного раньше оттуда выехать, потому что я поняла ситуацию. но некоторые вот у нас напротив были, значит, в ночь, значит, туда, навалом эти мужики торглись туда, еле-еле одна соседка могла удержать, чтобы они не вошли в дом и не убили бы. В Ереване это? В Ереване это было пицца Лавердяна. Мы Фердуси... В 88-й год. В 88-й год, да, я даже могу сказать, он был учителем химии, жена, в общем, дети жили. Вот туда именно было на хресте тоже. Поэтому на самом деле было страшно жить, оставаться никак невозможно было. И вот мы приехали уже сюда. Но у меня родственники были там, они потом поехали за вещами, их там убили брат с сестрой. Убили? Убили, да. А в каком году они поехали? Позже немножко, да? Да, они позже, они были здесь, но вещи не смогли, потом поехали туда. Мискировы, имели Мискировы, они вот были там. И были варианты, такие моменты, то есть были, честно говоря, когда я вспоминаю, мне очень тяжело, очень тяжело. Но увы. То есть людей убивали, людей избивали, оскорбляли. Адель Малем был, он был директором школы. Хундовская школа была, она находилась, последняя мечеть осталась, там, Тамербулакская мечеть была. Значит, около этой мечети была хундовская школа. Директор был Адель Малем. Его фактически до смерти избили. Он как-то сюда приехал и сразу умер. Адель Малем. Старый человек, старый человек. Да, Роза Амель был тоже его тоже вместе с Адель Малемом. То есть были, вот случаи были очень много, это еще, а некоторые села, где азербайджанцы были, знаете, они вот, было село Загмят, одна наша знакомая, она говорила, что мы ночью вот именно Маты, я не знаю, что-то, какие-то вот эти виллы и так далее, держали при себе, что вот уже проходят, стучатся, пугают. Вы знаете, пугали, что лишь бы люди уехали. Кого могли там избивали, кого могли там что убивали, а некоторых вообще пугали, и все должны были уехать. Как мы все уехали? То есть изгоняли, 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 что здесь больше жить не будете. Даже один раз один подошел мне и говорит, что давай, говорит, вот твоим азербайджанцам скажи, что скажешь, что Карабах наш. Знаете, вот надо иметь, вот они придут, скажут, что Карабах это армянам принадлежит, да? Вот вас некоторых мы не тронем. Знаете, просто издевательство было. Я так посмотрела на него, я говорю, ты вообще думаешь, о чем говоришь? Ну, давай, говорит, тогда все уезжайте отсюда. то есть кошмар какой-то. Вот, кстати, я хочу вам сказать, то есть то, что я сейчас скажу, в принципе, постоянно повторяется, муссируется, это, скажем так, ну, если можно сказать, официальная позиция, точка зрения, да, и пресса, и все, как бы, вот, существующая история, что все началось с сумгаида, все началось с сумгаида, и все, вот, кого не спросишь, сумгаид, сумгаид, но ведь то, что вы рассказываете, это до сумгаида. Это было до сумгаида. Избиение, убийство, изгнание, да. Да, до сумгаида. Мы, как раз, вот я вам сказала, эти митинги и так далее, это каждый день продолжалось, это еще сумгаидских событий не было. Не было. В Кафане, вот, мы услышали, мои студенты были из Кафана, они сказали, что там уже было нашествие, это избиение, даже убийство. Потом, я сейчас вспомню, значит, еще где-то даже детей, знаете, вот детей захватили и стали избивать перед родителями прямо. И вот в этот момент фактически еще сумгаидских событий не было. уже стоял вопрос о том, что мы должны отсюда уйти, уехать, оставлять все, вы знаете, убегать фактически. Только потом, значит, все-таки решили, а как это, вдруг вина будет лежать на армянском народе, который фактически первым начал сгнание азербайджанцев с Арменией. Да-да-да, первым, ради бога, как можно. Ведь были депортации еще и до этого же, да, азербайджанцев? Да, да-да-да, депортация это была. Но теперь посмотрите, что сделать? Значит, нужно было примерно так, чтобы вино именно на азербайджанцев свалить. Поэтому и сумгаид был совершен. И хорошо, что еще сами-то они знают, кто был во главе сумгаидских вот этих событий, да, сам же армянин. Пусть они пальцем один покажут, что какой-то значит азербайджанец в Дереване или там в Армении такие нашистики. Мог организовать нападение на азербайджанцев, да, с армянами. Мог бы один азербайджанец с армянами организовать такое. Пусть они приведут пример. Ради бога, куда они повернуют? Знаете, вот куда они повернуют? Сколько хитрости набраться и сказать, что это не так, не так, чтобы именно свалить на кого-то. Надо. Чисто реально начали. Тоже это организовали для того, чтобы вы знали, что азербайджанцы, которые бедные оставили свои дома и так далее, приехали туда, они как бы ни было, вы знаете, все-таки обиженные, что случилось, что другое. Да, и управлять ими. Они же фактически армянин знал, с кем должен иметь дело, с людьми, которые пережили все это. Поэтому организатором был армянин. Как можно сваливать, чтобы сунгаид вот так, вы своего армянина посмотрите, почему? я уже смотрела, что он где-то свободно живет. Ну да, свое дело сделал уже, все. Как бы, то есть кошмар какой-то, и как вот на следующий день буквально... вы знаете, я все-таки всегда знаю, что вот эти хитрые планы всегда бывают. И планы бывают, что именно на кого-то сваливать, на кого-то что-то сделать. Вот постоянно вот такие варианты выдвигать нельзя. Понимаете, все-таки пусть нормальный армянин, который на самом деле здраво мыслит, что иначе я, как это случилось, хотя бы выйдет и скажет. Выйдет и скажет, своим же скажешь, но так же нельзя. Почему армянин там организовывает все это? Азербайджанцы, которые жили здесь, которых мы изгнали, ни один азербайджанец с армянином что-то не организовал. Эту разницу все-таки надо понять. Да, то есть это происходило до Сумгаита, людей изгоняли, и эти изгнанные люди, потерявшие все. Избивали, на одной свадьбе вообще избили всю свадьбу, это сделали за небосари тоже. А что было там? Можете рассказать, что там? Там была свадьба, да. И значит, этот, люди назначили свадьбу, там, начали, что? День геноцида, день геноцида, свадьба, ради бога, какой день геноцида? Там 24-го числа, значит, люди, этот, организовали свою свадьбу, эти нашествия, сделали всю свадьбу, сколько избиений было. Это в каком месте? В Зангибасаре. В Зангибасаре? Да. Это Зангибасар, который они Масисом назвали. Но это близко к Еревану. 15-20 минут Еревану, 15-20 минут езды. Избили и там покалечили людей? Все это, да, 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 дело дошло до полиции, все такое. В общем, знали, знали, даже полиция тоже не вовремя даже пришла туда. Понимаете? Все это организовано было. А было такое, я вот слышал, что в советское время еще, ну, как бы не разрешали, чтобы дети выходили, например, или кто-то куда-то шел 24-го числа, 24-го апреля. Вот как раз это. 24-го числа особенно азербайджанцы, школа азербайджанская не работала, институт не работал. Советское время? Советское время, это советское время, вы представляете? Вы посмотрите, что уже после развала советского времени, что может быть? В советское время, допустим, русские школы, где я училась, не закрывались, все дети из этих школ водились именно к этому памятнику. Так воспитывали детей. Это в советское время. В советское время, они, и кто бы этого, смотрите, в 65-й год, чтобы какой-то народ, какой-то этот государство там, допустим, камнями бросались памятник Ленину. Глубами вот такими бросали. Я знаю, что люди собирались, Дашнаки действовали, люди собирались по домам, пели вот эти песни про Андроника, Андроника, про там Нэшде, памятники, фотографии Нэшде люди вешали, и вот эта национальная идея, и в песнях, значит, воспевалось, что надо убить турка, турок враг, это в советское время, хотя, ну, как-то оно не давалось возможности, но люди все равно это делали. Я видел. Она, значит, Аслиханом есть, она из Велибасара, и она, значит, то время в детском саду работала. Она к детям очень хорошо относилась, дети очень любили ее, сейчас она в другом месте, в общем, и она рассказывает, она говорит, что даже ребенка она назвала, как звали, как она, говорит, приходила, она обнимала меня, целовала, все, вдруг в один день ребенок заходит, ко мне не подходит и плачет. Я говорю, что случилось? Она говорит, в детском саду, она говорит, что родители мои сказали, что турок, и турок, значит, нас убивал. Я тебя больше не люблю. Ребенку маленькому. Маленький ребенок. Я с Лыханом в любое время я могу связать, вы можете с ней тоже поговорить. Она вот это даже написала у себя тоже, вот это отметила, ей так было больно, потому что она этого ребенка очень любила. Кошмар какой-то. Кошмар. Кошмар. Да. А у нас, мы, азербайджанцы, там жили, ни один родитель не может сказать, никто не может сказать, чей-то родитель сказал, что к армянскому ребенку не подходить. В Баку даже, в Баку даже, в бредовом сне такое не могло присниться. В каком-то, я не знаю, в безумии каком-то. Я в институте училась у нас в группе. Половина группы были армянки. В Баку? В Баку. В Баку. В Хондовской я училась тогда. Половина были армянки. Две были русские. И определенная часть азербайджанцев. Пожалуйста. Поэтому вот, я просто, то, что вы говорите, вы очевидец, вы свидетель, вы коренная ереванка. Да. То есть, для вас эта среда понятна, вы понимаете, что люди говорят, что люди при этом думают, когда что-то говорят. То есть, для вас эта среда естественная была, то есть, понятная вам. И вот, эта среда повернулась к вам спиной. Она, для нее вы стали чужой. Вот вы жили там и постоянно чувствовали это отчуждение, неприязнь. Поэтому... Я вам вначале рассказала, что даже вот наши дома, даже все это, вот постоянно вот чувствовали, что мы должны быть ущемлены, к нам должны быть вот так отнесены, но как-то мы не обращали. Вы знаете, вот думали, что это именно, допустим, да, это имущество поэтому, но нет. Но нет. каждое вот это все, мы потом уже поняли, что практически это все делалось для того, чтобы нас отсюда изжить. Больше ничего. Но они прямо об этом говорят. Они говорят, что азербайджанцы умножались, размножались, пропорция, как бы, это, и вот мы боялись. Да, да. То есть, люди прямым текстом говорят, что они не хотят многонациональной республики, многонациональной страны. Они не нужны другие. Армян. Почему говорят? Только армяне должны жить. Ну, пусть живут. Чего они добились, посмотрим. А реальность показывает, что мононациональные образования не жизнеспособны. Не жизнеспособны. Это объективная историческая реальность. Не может существовать государство с одним только народом. Это фашизм. Это фашизм. Это то, что было в Германии. Это то, что произошло в Германии на короткий период времени. То, что расцвело там, да, и привело к таким результатам, что полмира было задействовано в этой войне, в этом ужасе, в этом угаре. И фактически, да, вот этот фашизм, нацизм. И потом все-таки немецкий народ ему помогли, конечно, помогли. Это историческая, как бы, да, историческая параллель, аналогия историческая. Что немцам помогли, они не сами это поняли, но они быстро пришли в себя, их привели в себя, в чувства и помогли им, когда дошли до Берлина, да? Да. Вот. И они поняли, что мир не создан ради немцев и не существует ради немцев только. Понимаете, что есть другие люди, другие народы. Понимаете? И вот этот момент, и если вот проводить параллель, они очухались, они поняли, конструктивное начало в них возобладало. Немцы конструктивный народ, трудолюбивый народ, у которого порядок прежде всего. Порядок. Здесь этих вещей, как бы, этим, как говорится, и не пахнет. Нет. Объективными, да? Поэтому помогать, не помогать. Какое будет развитие вот в этом случае, конечно, на самом деле, я думаю, что очень плачевная картина складывается. Это эмиграция, это развал, и в итоге, наверное, скорее всего, будет потеря государственности, если так дело дальше пойдет. Просто люди не способны к самоорганизации. Если немцы были способны, оказались способны при определенной помощи и содействии других стран, да, где, значит, с ними работали и каким-то образом отрезвили их и смогли, значит, ну, удалить вот это вот, вот это вот, это мировоззрение фашистское, да, из народа. Здесь не получается, здесь не получается. Вы посмотрите, что даже, я иногда смотрю, да, вот их определенные передачи, так далее, выходят они там. Опять-таки, они говорят, знаете, именно в том же духе, как будто, вот как было, да, нет, это не так, азербайджанцы, нет, мы дальше пойдем, мы это сделаем, куда ты пойдешь? Куда ты дальше? Ты уже пришел. Ты уже пришел. Опять-таки, они вот это говорят, нет, чтобы быть и сказать, что нет, уже понятно, мы не должны так, мы должны жить, мы должны творить, как говорится, но именно надо поменять все это. Не знаю, то вот смотрите, если действительно мы говорим о болезни, если человек, например, какой-то больной, или находится в состоянии какого-то аффекта, аффекта, то есть, он становится социально опасен, он опасен для самого себя, он опасен для окружения. Существуют какие-то структуры, какие-то, ну, врачи, я не знаю, каким-то образом останавливают эту острую фазу, да, у человека, помогают ему. Почему мы видим, мы видим обратное, мы видим, что некоторые друзья, так называемые, да, большие друзья, они помогают, но помогают не людям, а помогают их болезни, понимаете, культивируют в них это состояние. К сожалению, я сегодня, вот у нас такая возможность в заключении нашей беседы, я очень благодарю вас, что вы откликнулись, и у вас действительно на сердце болит, в принципе, за ваших соседей, да, с которыми столько лет вы прожили вместе, и вы, я уверен, что вы не желаете никому зла, так же, как и я, так же, как и мы все. Мы не желаем зла людям, но мы, да, я в своем числе, в своем, в свою очередь могу с уверенностью сказать, что я ненавижу национализм, я ненавижу вот эту дашнакскую идеологию, идеологию цахакрона, то, то, что привело этот народ, этих простых людей вот в этот тупик сейчас. Поэтому сегодня у нас такая возможность еще раз обратиться к людям, что остановитесь, очнитесь, пробудитесь, жизнь дана один раз. Это жизнь не ради какой-то великой Армении, не ради какого-то великой, какой-то идеи божественного происхождения армянского народа или Мецхайк или еще что-то, какая-то идеология. Вы должны жить. У вас дети и у вас будущее. Перед вами дорога, перед вами путь. Нельзя ехать вперед и смотреть назад. Нельзя. Невозможно. Сколько ты проедешь? Куда ты приедешь? Поэтому большое спасибо вам, уважаемая Ирада. Спасибо вам за эту беседу. И дай Бог, чтобы наконец был мир, хотя нам очень трудно в это поверить, очень трудно, но мы все-таки должны в это верить и ожидать этого. Всего хорошего. И надеемся. Спасибо вам тоже. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok